привет всем из токио это видео для любителей моды шоппинг влог и сейчас мы с вами отправляемся в магазин сегодня мы с вами заглянем в известный торговый центр который называется ginza 6 находится он в любимом районе всех модников и любителей люксового шоппинга ginza первые этажи торгового центра занимают люксовые бренды фенди валентина давайте посмотрим как раз в витрину фенди сейчас представлена новая весенняя коллекция ажурные кружевные сумочки и еще одна витрина тоже в белых цветах и посмотреть какая интересная обувь предлагается к этим образом носки и тапки белого цвета вот так вот оригинально шорты и носки и тапки это были два мужских образа далее на первом этаже находится бутик валентина посмотреть какое яркое платье дальше на первом этаже бутик сэн лоран dior но я сегодня хочу заглянуть в японский бренд юджи я мамото и покажу вам примерку одежды посмотрим новую коллекцию а в следующих видео заглянем еще в другие бренды вот здесь находится вход в торговый центр нам с вами как раз за этими девушками светлых плащиках в токио уже настоящая теплая весна но сегодня достаточно ветреный день и к вечеру холодает поэтому люди одеты очень по-разному кто-то в футболках а многие еще в плащах в японии сохраняется масочный режим вход в вообще закрытые помещения магазины обязателен в масках но на улице маску носить не требуется но как вы видите японцы все абсолютно в масках а собственному желанию чтобы обезопасить себя тем более что японские маски очень хорошие действительно есть антивирусными фильтрами но япония это вообще такая масочная страна еще далеко до коронавируса можно было видеть много людей в масках особенно весной зимой весной у многих аллергия на пыльцу и в предыдущие годы тоже можно было видеть людей в масках поэтому в японии производство масок настолько продвинута как нигде в мире есть очень высокотехнологичные варианты я думаю конечно что в парках или района где не так много людей японцы не надевают маски но как видите в районе гинза всегда очень много людей все приезжают за покупками также здесь много различных офисов ресторанчиков кафе салонов в обычное время здесь всегда огромное количество туристов сейчас япония для туристических поездок закрыта а летняя олимпиада будет проходить без зрителей посмотрите что я сейчас увидела я поставлю стоп-кадр для вас специально смотрим еще раз у велосипедиста ветровка с надписью россия по-русски видите такое тоже бывает очень интересно и неожиданно и так мы с вами отправляемся в магазин при входе автоматически проверяется температура и дезинфекция рук но у меня руки абсолютно стерильные всегда в кармане лежат и антивирусные салфетки и небольшой гель для дезинфекции рук видео я снимаю в будний день поэтому не очень много покупателей сейчас хочу сегодня заглянуть к нашему с вами любимому консультанту в бренд йоджи ямамото он там отдел находится интересно работает он сегодня или нет бренд от йоджи ямамото называется ground white показываю вам модный лук образ дня что на мне сегодня надета черный плащ оверсайз который мы покупали с вами вместе во влоге надел ботинки новые шанель удобные просто сказка и очень красивые джинсы немного укороченные сумочку луи виттон сегодня взяла консультант уже здесь уже принес мне вещи на примерку передает вам огромный привет из токио и по моей просьбе показывает свой образ дня аутфит от йоджи ямамото ground white используется стиль деконструктивизм и в этом бренде в основном все вещи в черных белых цветах сейчас попросила его показать очень интересная деталь на нем из денима я не сразу поняла к чему пришита эта деталь так сказать и сейчас он покажет это модель лонгслив с деталью из денима форме пояса брюк все вещи в бренде ground white унисекс он говорит что то есть два размера это большой мужской но если выбрать маленький то и женщины тоже могут носить эту модель в белом цвете похожая модель но дизайн отличается я решил померить легкий плащ первый размер 660 долларов примерно стоит вот такой вот плащик он без подкладки 50 процентов шерсти 50 плестр по моему очень симпатичный мне понравился но у меня уже очень много плащей в гардеробе и удлиненных жакетов черного цвета поэтому я покупать и не буду жалко что не в каком-нибудь другом цвете иногда у юджи амамото бывают различные оттенки хаки бежевые прошлым летом даже розовые цвета были яркие но основные коллекции все представлены в черном и это в принципе мой самый любимый цвет сочетание черного с белым особенно показываю вам еще такое удлиненное платье свитер но в японии очень быстро теплеет и скоро наступит лето поэтому такие вещи уже не актуально покупать но дизайн интересный зимой бы я померила пишите в комментариях нравится ли вам такой плащик по моему по форме просто идеально давайте назовем этот образ номер один чтобы вам было удобнее голосовать вот такую футболочку топ предлагает померить показывает новые коллекции но сказал что буквально на днях поступит еще новая коллекция поэтому я загляну наверное еще раз в этот бренд я думаю что вам тоже будет интересно потому что юджи амамото многим очень нравится много у него поклонников конечно еще консультант принес мне вот такой кардиган оригинальный каждый дизайн тоже вот с таким вот поясом как ада брюк темно-синий цвет с серым дизайн мне нравится но по цветам как-то не очень я люблю уже либо черные либо какое-то контрастное сочетание либо что-нибудь светлое но все же я померила этот кардиган давайте назовем этот образ номер два вернее эту вещь номер два для удобства голосования мне не очень понравилось как на мне смотрится очень просто как-то даже по-домашнему а сейчас я померила черный жакет но в общем-то смущала консультанта спросила какой у него рост и что-то он очень высоким выглядит он говорит метр восемьдесят два ноя Я сегодня на каблуке, поэтому, наверное, метр восемьдесят пять. Ну, вот посмеялись, что он на каблуке. На самом деле, никакого там каблука нет, конечно, в обычных ботинках. По-моему, это Доктор Мартин с коллаборацией с Юджи Ямамута. Ну, в общем, я думала, что у него метр девяносто где-то рост. Он говорит, нет, нет, не такой уж я высокий. Попросила подержать камеру, заснять со стороны. Мне очень понравился вот этот жакет. Давайте назовем его номер три. Очень удачный. Я, кстати, примеряла уже именно эту же модель, но не было размера. В прошлый раз, когда я была здесь, был очень маленький, либо очень большой. А сейчас как раз весь идеальный. В общем, уговорила он меня померить вот эту юбку брюки. И на удивление мне понравилось. Такой полный образ от Юджи Ямамута получается. Я никогда не примеряла брюки от этой марки и думала, что мне не пойдет такая модель. Это очень широкие брюки и на завязках с запахом юбка. И создается очень интересная многослойность. Получается, жакет состоит из двух слоев и низ состоит из двух слоев. И сшиты они из одной ткани. Очень хорошо, что я померила, мне понравилось. Пишите и голосуйте в комментариях. Это образ номер четыре. Вот так вот сшитый низ. Брюки сверху. Вот так завязывается юбка на завязках. Карманы есть. Нужно будет запомнить, как завязывается. Иначе я потом запутаюсь в этой конструкции. Вот так вот неожиданно. Была уверена, что мне не пойдет такая модель. А смотрится очень здорово. Тем более получается такой костюм из одной ткани. Мне, конечно, непривычно. Но я вижу, что смотрится очень хорошо. И консультанту тоже очень понравилось. В общем, мы сошлись на мнении, что много что мне идет от этого бренда. Ну, в общем, посмеялись. Немного хороший очень консультант. Необычный, стильный, модный дизайн. Не скучный. Видите, какая получается многослойность. У жакета два слоя и внизу тоже два слоя. И, в общем, получается, что непонятно, какие детали одежды надеты. И сколько их. Я попросил принести мне обычную простую футболку. Но, видимо, в бренде Йоджи и Амамуту нет ничего простого. Белая футболка тоже с очень необычным дизайном. Но тоже, кстати, очень интересно смотрится. Единственное, что она очень большого размера. Объемный топ на затяжках и белые шнурки свисают. Давайте ради интереса голосования этому образу присвоим номер пять. Не забудьте написать ваше мнение, что вам понравится. Заодно посмотрим в комментариях, сколько консервативных подписчиков, а сколько готовых к модным экспериментам. Консультант предложил еще очень интересный такой трикотажный жилет, тоже черного цвета. Сейчас на мне надето все черное, поэтому его даже плохо видно. И рекомендовал надеть его прямо на жакет сверху. Но мне показалось, что это будет уже перебор, поэтому я померила его просто на черный свитер. А внизу в этом образе остаются те же юбка-брюки. Ткани все тонкие, хорошо драпируются. И такая даже многослойность не придает объемов. Мне очень понравился жакет. Он тонкий и его можно носить даже летом. Но не самым жарким летом, конечно, как в Японии, но на достаточно такую теплую погоду. Скоро еще больше потеплеет. И такой тонкий второй слой не помешает в гардеробе. Жилет тоже хороший. Думаю, можно было бы подобрать к нему комплект. Итак, это был шестой лук. Жилет и юбка-брюки. Попрощала показать еще свитшоты, какие сейчас представлены. Вот с такими интересными карманами. Помните, я покупала такой жакет черного цвета со вставками из пластика декоративными. И последний образ, который я меряю, это жакет асимметричного кроя. Образ номер 7. Я померила просто со своими джинсами. Но вот эта модель, можно сказать, культовая в бренде Yoji Yamamoto. Она представлена во многих марках. У Yoji Yamamoto есть много разных брендов. И Ground Y это только одна из них. И в основном бренде Yoji Yamamoto представлены жакеты такой модели, такого фасона. Возможно, в другой ткани, я точно не знаю. Вот такой вот сегодня получился шопинг-влог. Это последняя вещь, которую я примеряла. Всего 7 образов получилось. Посмотрите, в магазине внутри украшено натуральными ветками сакуры белого цвета. Подойдем, посмотрим поближе. А я уже отправляюсь домой и покажу вам свои покупки. Голосуйте в комментариях, какой образ понравился вам больше всего из примеренных сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте смотреть, что я купила. Вот такой вот пакетик Ground Y Yoji Yamamoto. Хотя из примерки, я думаю, вы догадались, что я купила. Я выбрала костюм, легкий жакет и необычного фасона брюки. Юбку, юбку, брюки. Не знаю даже, как назвать. Вся одежда в Ground Y унисекс. И ее могут носить и мужчины, и женщины. В зависимости от размера. Вот такая вот упаковочка. Опять каталог мне положили. Я думаю, что такой пакет тяжелый. Сейчас все в интернете, можно посмотреть. В принципе, каталоги не нужны. Я один раз пролистываю и просто, получается, выбрасываю. Не коллекционирую. Ну, давайте с вами полистаем. Вот такие вот коллекции. Модные образы от Yoji Yamamoto Ground Y. Наверное, это весенние. Итак, вот мои покупочки. Жакет мне очень понравился. Он мне понравился еще в прошлый раз. Если вы помните, я мерила его в маленьком размере. И на тот момент был один только размер, ну, по крайней мере, в этом магазине. А сейчас я померила на размер больше. Он так смотрится по длине. Это третий размер. А перед этим я мерила, наверное, первый, самый маленький. Жакет можно носить отдельно, конечно, просто с джинсами или с другими брюками. Но фасон очень интересный. Такое впечатление, что к жакету пришита еще рубашка из более такой шелковой ткани. Даже не рубашка, а как будто подкладка видна, и она длиннее, как вы видите, на рукавах и сзади. Двойной воротник тоже очень интересный. И получается такой многослойный образ. Жакет сшит из тонкой шелковистой ткани. Мне тоже это очень понравилось, потому что обычные жакеты более плотные у меня есть, черного цвета. А вот такой вот легкий, как раз на более теплую погоду, идеальный вариант. Сейчас как раз я показываю низ жакета, и можно видеть вторую ткань. Вот такая она более шелковистая, блестящая, и как бы сделана швами наружу. Сбоку тоже очень интересный дизайн. Здесь получается два кармана, один сверху, и еще один сбоку, прям в разрезе. Жакет однобортный, застегивается на две пуговицы, удлиненный. Вот такой вот универсальный жакет можно носить и костюмом, либо просто с джинсами. Жакет мягкой формы, никак не укреплена линия плеч. Как вы думаете, может быть мне сюда вшить подплечники? И низ костюма, юбка-брюки, брюки-юбка. Вот так вот они выглядят, конечно, очень необычно. Я всегда, когда смотрела на эти модели, мне казались они очень необычными. И я не ожидала, что мне пойдет такая вещь. Просто вот так вот на вешалке смотрятся, как какие-то шаровары короткие. Но в целом, в общем, образе очень интересно. Тем более, что ткань такая же в точности, как у жакета, поэтому получается такой модный костюм. Надо разобраться, как завязывается. Здесь две оказалось части, вот такие вот, как юбка. По-моему, консультант. В магазине мне только одну часть завязывала, вторая просто свисала. А может быть и две, я точно уже не помню. Сзади вот такой вот карман с пуговицей. Шлевки такие большие, в принципе, можно и ремень, я думаю, даже вставить. И внутри резинка. Я точно не знаю, может быть были на размер меньше, потому что этот размер на мне достаточно свободный. Не подумала я спросить, размер меньше. Думала, что такой дизайн. Это третий размер. Но спереди есть еще вот такой шнурок, который можно затянуть. Наверное, вот так вот она завязывается. Сейчас померю, наверное, посмотрю. Померила костюмчик. Но я сейчас, знаете, после ванны не накрашена абсолютно. Даже волосы не уложены. Поэтому в кадре показываться не буду. И надела футболочку. Она тоже от бренда Groundway. Юди Ямамото в прошлом году, по-моему, покупала. Но вот так вот я завязала как-то эту юбку брюки. Но, по-моему, все-таки неправильно. И еще рука. Можно подворачивать, можно оставить так. Мне больше нравится просто, когда он свисает. Такой интересный костюмчик. Мне очень нравится. Ткань приятная, шелковистая, очень легкая. Пишите, как вы считаете, лучше подворачивать вот так рукав или оставить просто? Мне кажется, лучше просто вот так вот, чтобы он свисал. Сейчас же в моде вот такие удлиненные рукава. Либо можно вообще поддернуть его, чтобы он был таким укороченным слегка. Ну, в общем, вот такие вот интересные покупочки у меня были в бренде Юди Ямамото Groundway. На этой неделе была хорошая теплая погода. И я уже наделала первый раз этот жакет. Покажу вам аутфит, как я скомбинировала. В этот раз с широкими джинсами. Получился очень симпатичный, модный, повседневный образ. Пишите комментарии под этим видео. Какие образы и что из одежды вам понравилось больше всего. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до встречи в следующих видео.